Инцидент произошел вблизи продовольственного магазина. Покупая помидоры, 15-летний подросток передал продавцу 5 динаминированных рублей. Однако новая купюра вызвала у женщины подозрения. Бдительность продавца насторожила и мальчишку, и его сводного брата. Но скрыться им не удалось. Они были задержаны сотрудниками милиции. У молодого человека, 20-летнего, было обнаружено еще три купюры номиналом 5 динаминированных рублей с признаками подделки. В ходе обыска по месту жительства на его съемной квартире было обнаружено многофункциональное устройство и 5 купюр номиналом 200 тысяч динаминированных рублей, вызывающие сомнения в их подлинности. Действие молодого человека в настоящее время следствием квалифицировано по чести первой статьи 221 изготовления и избыт поддельных денег у главного кодекса Республики Беларусь. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Также в настоящее время проверяется причастность ко всем фактам сбыта поддельных денежных купюр, имевших место в Пинске в июле-августе 2016 года. Данный факт не единичный. Сегодня на исследовании у пинских экспертов находятся купюры с достоинством 5,20 белорусских рублей, изъятые в торговых объектах города. В ходе проведения экспертизы будет установлено, фальшивы они или нет. Специалисты уверены, это только начало. Особенно внимательными нужно быть продавцам на рынках. В ходе расчета с покупателем можно легко вместо оригинала получить подделку. Как вы можете различить, деньги фальшивы или не фальшивы? Какие методы вы примете? Какие методы? Ну, во-первых, они сейчас новые. Как правильно показывают в телевизоре и по рекламам, проверяем так и проверяем на просвет. Как и обычно, в принципе, новые купюры стараемся быть внимательными. Достаточно, наверное, обратиться на такие вещи, как, если мы увидим на просвет, глянуть основные элементы защиты, такие как водяной знак, совмещающие изображения, защитная нить. Вот, в принципе, в тех денежных билетах, которые были поддельны, сейчас изъяты, таких элементов защиты просто не было. То есть они распечатаны были на принтере. Плюс, конечно, можно на ощупь потрогать какую-то часть изображений. Дело в том, что они выполнены специальным способом печати и будет возвышенный рельеф. А что насчет копеек, спросите вы? По мнению специалистов, металлические денежные знаки, если и будут подделывать, то крайне редко. Во-первых, слишком трудоемко. Во-вторых, овчинка не стоит выделки. Номинал слишком мал. Проблема в том, что белорусские копейки путают с монетами из соседних стран. К примеру, недавно в Бресте мужчине дали сдачу не двумя рублями, а пятью польскими злотами. И такое сплошь и рядом. Однако, и в случае с копейками есть свои нюансы. Надо обращать на качество самого изображения. То есть, если там будут видны какие-то нечеткости, плюс наши копейки хорошо магнитятся, можно к магниту примагнитить и посмотреть, потому что оно обычно где-то поддельное, они не обладают такими магнитными свойствами, как наши. Первые факты подделки новых денег – свидетельство того, что мошенники взялись за новые белорусские деньги всерьез. Поэтому нужно быть бдительными и внимательно с помощью нехитрых правил изучать сомнительную купюру. В этом случае ненастоящие деньги вряд ли попадут в ваш кошелек. Продолжение следует...